Здарова, народ! Сегодня мы с вами будем учиться играть первый гитарный риф, который был сыгран, а главное записан с Distortion, а именно с искажением. Кто-нибудь вообще из вас задумался об этом, когда был сыгран первый риф на Distortion гитаре? Он у нас был сыгран такой группой под названием The Kings. Это английская группа и записан этот риф был в песне You Really Got Me в 64 году 20 века, дорогие мои. Здесь, конечно, идут некоторые споры, когда именно Distortion гитара была записана впервые. До вот этой записи The Kings были еще пару записей, сделанные на Distortion гитаре, но там игрался такой небольшой такой блюз, джаз, то есть очень-очень такое классическое. То есть там гитара не выступала вот так вот именно как рок-инструмент, чтобы на ней сыграли конкретный риф. А сейчас небольшая предыстория. Эта песня изначально была сочинена на пианино, и вот этот вот заглавный риф, который мы сыграем, он был именно пианинный. Но потом они начали искать звук, думать об этом, и гитарист этой группы, дабы раздобыть интересный саунд для этого рифака, он предложил сыграть его именно на гитаре и пошел искать звук. На тот момент у него был комбик под названием Elpico, вот примерно вот такая вот модель тех самых лет. И что он сделал? Он обычной бритвой разрезал динамик этого комбаря, чтобы получить искажение, представляете, и именно на таком звуке он записал вот этот вот гитарный риф. Так что первый риф у нас был записан с реальными, так скажем, физическими искажениями, но тем не менее это искажения, и они считаются у нас первыми. Хотя на тот момент у компании Gibson была уже фуз-педаль, кто-то ее использовал, вот так вот она выглядела. Но гитарист группы The Kings решил сделать нечто оригинальное. И, кстати, этот риф вот именно с этим звуком искажения, вот с такой подачей, он повлиял потом на рок-музыку вообще. То есть и начали вот в таком уже плане играть вот именно в рок-гитару. То есть не просто там в такую блюзовую, приджазованную, которую играл при больших оркестрах. Нет, а вот именно самостоятельный такой рок-инструмент. Что ж, давайте посмотрим с вами на этот риф. Я сделал такой, поднакрутил небольшой звук, чтобы это было примерно похоже на вот этот самый 64-й год. Итак, погнали! Как же он у нас играется? Давайте его сыграем. Он простой и незамороченный. У нас с вами будут так называемые пауэр-аккорды. Ну, то есть квинта с добавленной октавой наверху. Итак, мы с вами играем одну квинту фа и квинту соль. Играем один раз фа, два раза соль, потом опять фа и потом соль. Фа, соль, фа, соль, фа, соль. Так, сыграем живо. не зря потом ван хален сделали кавер вот эта композиция уже с таким настоящим злым дистошеном обязательно послушайте те кто не слышал это очень крутой кавер так ну что ж так вот он играется особо даже не прибавить не отнять единственный можно добавить то что в концертном варианте я заметил гитарист делает вот так что ж надеюсь было интересно не звать поддержки меня в patreon вы ознакомились с этим гитарным рифом может быть кто-то уже и знал что это первый гитарный риф на дистошене а именно за группа the kings и песни you really got me но тем не менее удивительный факт не так ли пока до следующих видео